Готовить каждый день для своей семьи – это дело очень утомительное. А можно наготовить за один день на целую неделю. И это реальность. С вами я, Нина Шабан, и кулинарное шоу «На неделю». Сегодня мы с вами приготовим пирог из слоеного теста с мясом. А также из этих ингредиентов приготовим пару блюд, которые заморозим. А за быстрое блюдо у нас отвечает домашняя шаурма. За дело! Сегодня в выпуске основным блюдом будет пирог из слоеного теста с мясом и овощами. Этот пирог может стать вашим фирменным блюдом. Практически из этих же ингредиентов мы приготовим слойки с яблоками, язычки и подушечки с сыром. Посмотрите, какие они аппетитные. А быстрым блюдом у нас будет тренд последних лет – домашняя шаурма. Шаурму готовить дома очень быстро, просто и легко. При этом мы уделим время своей красоте и творчеству. Для пирога нам понадобится слоеное тесто, фарш, грибы, помидоры черри, брокколи. А для домашней шаурмы нам понадобится лаваш, листья салата, филе куриное, маринованные огурцы и кетч-майонез. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Обжариваем фарш. Для этого берем сковороду, ставим на плиту, нагреваем и добавляем масло. И будем обжаривать фарш. А пока нагревается сковорода, нарежем шампиньоны. Шампиньоны будем нарезать пластинками. Разрезали пополам и нарезаем. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Добавляем масло. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА И обжарим шампиньоны. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Посолим, поперчим. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Начинка для пирога может быть абсолютно любой. Если вдруг вы не употребляете мясо, то вы можете заменить на шпинат свежемороженый или отварной картофель. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Все, обжарились грибы. И сейчас обжарим фарш. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Я выбрала куриный фарш, но вы можете взять любой. Например, или говядина свинина, или просто свиной. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Вы куриный фарш можете заменить на филе куриное, нарезать на кубики, желательно сантиметров 2 на 2. И обжарить их на растительном масле. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Посолим, поперчим. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Этот пирог всегда готовит моя подруга на свой день рождения. Но она не добавляет брокколи, поскольку не ест ничего зеленого. Но я немного видоизменила этот рецепт и добавила брокколи. Посмотрим, что получится. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Обжарили. Теперь соединяем все в миске. Перекладываем грибы. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Фарш. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Добавим помидорки черри. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Можно добавить цветную капусту, стручковую фасоль, горох. И сделать пирог овощным. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Я разрезаю брокколи на соцветии. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Отрезая плодоножку, она будет немного грубоватая. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Я бы сказала, что я вот брокколи делю на четыре части. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Перекладываем. И теперь мы натрем сыр на крупную терку. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Наша начинка готова. Мы ее перемешиваем. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА И посмотрите, какая красота! Оп! Теперь приступаем к слоеному тесту. Как правильно разморозить слоеное тесто? Вы сначала размораживаете час в холодильнике, а затем на 20 минут перекладываете на стол. Нам понадобится мука. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Подсыпаем на стол. И будем раскатывать основу. Для этого берем пласт. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Отрежем. Присыпем мукой. Хорошо, чтобы у нас ничего не прилипло. И будем раскатывать под форму. У меня вот такая форма. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА А знаете ли вы, откуда появилось слоеное тесто? Однажды Клавдия Геля захотел приготовить пирог, я бы сказала, хлеб для своего больного отца. И замесил тесто из муки и воды. И добавил в него кусочек сливочного масла. Потом повторил, смешал все, раскатал. И повторил эту процедуру несколько раз. И каково его было удивление, когда он выпек этот хлеб, и он получился безумно воздушный, очень пористый и нежный. Вот так появился рецепт слоеного теста. Конечно, он долго-долго скрывал этот рецепт, потому что он владел только им один. Но потом рецепт уже узнали все. И теперь так готовят слоеное тесто. Подготавливаем нашу форму. Возьмем масло. Смажем. И присыпем мукой. Мы делаем французскую подушку для того, чтобы не прилипло тесто. Перекладываем. И я надавливаю и обрезаю его по краям. Так, основа готова. Перекладываем начинку. Распределяем по всему пирогу. И вот видите, немножко распределяю помидорчики, они у меня все смешались. И я не хочу, чтобы они были близко рядышком друг к другу. Я в магазине купила специальную такую сеточку. Мы сейчас накроем пирог. Можно сеточкой не накрывать. Вы можете накрыть вторым пластом теста. Сделать какие-нибудь надрезики, узорчики. Но я люблю, когда сеточка. Это очень красиво, это так празднично. Нам сеточки немного не хватило, поэтому мы отрезаем кусочек. И сделаем надрезики. Как делать надрезики? Надрезики будем делать симметрично. Вот я чуть-чуть раздвину. Посмотрите. Мы в этом ряду здесь сделали, в этом пусто. Значит, мы здесь делаем надрез. Здесь. И вот здесь. А в следующем ряду делаем наоборот. Мы надрезики делаем в шахматном порядке. Посмотрите, какая красота у нас получилась. И накрываем. Но вы можете накрыть пластом теста, сделать красивые надрезики или узорчики и запекать. Теперь смажем желтком, чтобы у нас была красивая корочка. По всей поверхности проводим кисточкой. Все, смазали. Ставим запекать при 180 градусах 25-30 минут. Как жаль, что вы не слышите этот аромат. А он уже говорит о том, что пирог готов. Посмотрите, какая красота. Посмотрите, какая разница. Вот это мы нарезали сами. И здесь было другое тесто. Слоеное, дрожжевое. А сеточку мы покупали в магазине из слоеного бездрожжевого теста. Казалось бы, но разница заметна. Но на вкусе это никак не отразится. А вы помните? Прежде чем положить слоеное тесто, я сделала французскую подушку. Я форму для запекания смазала маслом и посыпала мукой. И теперь мне интересно, прилипнет ли пирог или нет. Форма не очень удобна для того, чтобы извлечь пирог. И у меня есть маленькая хитрость, как я это делаю. Я беру тарелку, накрываю, держу, переворачиваю. Снимаю. Оп! Смотрите, как красиво. Кладу вторую тарелку и переворачиваю. Посмотрите, как красиво. Так. Пирог вы можете заморозить. Ну, мало ли, наготовили больше, чем рассчитывали съесть. А когда вы захотите приготовить, не нужно его размораживать, а сразу разогревайте в духовке или в микроволновой печи. Ну что, разрежем? Этот пирог может стать вашим фирменным блюдом и украсить любой праздничный стол. Для приготовления пирога из слоеного теста с мясом и овощами сначала на сковороде обжариваем фарш и грибы. Затем нарезаем пополам помидоры черри, а сыр трем на крупной терке. В миске соединяем обжаренный фарш с грибами, брокколи, черри и сыр. Это начинка. Накрываем слоеным тестом форму для запекания, перекладываем в нее начинку и сверху тоже накрываем тестом. Выпекаем в духовке в течение 25 минут при 180 градусах. Замораживаем. Храним в морозильной камере. Предварительно разморозив, разогреваем в микроволновой печи или духовке. Сейчас мы с вами приготовим очень вкусные и быстрые язычки слоеного теста. Я даже не знаю даже блюда, которые есть с ним проще этих язычков. Берем слоеное тесто, нарезаем при помощи пиццерского ножа на пластины. Но если дома у вас нет пиццерского ножа, вы можете нарезать обычным ножом. У нас получаются прямоугольнички, где-то 2 сантиметра на 10. Ну, форма может быть абсолютно любая. Мы смазываем желтком. И посыпаем сахаром. Это очень быстро, просто. И вы даже не поверите, как это вкусно. И это еще будет очень красиво. Все, посыпали сахаром. Перекладываем на противень и выпекаем при 180 градусах 15 минут. Когда вы перекладываете язычки на противень, оставляйте запас. Не кладите их плотно друг к другу, поскольку тесто будет увеличиваться, и они могут приклеиться. Вот так. Ставим запекать. Слоечки готовы. Посмотрите, какая красота. Какие не хрустящие. Посмотрите, какие не красивые, хрустящие. Давайте я одну разломаю. Я обожаю эти слоечки с чаем. А моя дочь их всегда берет в школу. Маленький легкий перекус. Для приготовления язычков слоеное тесто нарезаем на прямоугольнике. Смазываем яйцом, посыпаем сахаром и запекаем в духовке в течение 10 минут при 180 градусах. Делаем с вами очень вкусную закуску. Для этого нам понадобится сыр моцарелла. Его мы нарежем на квадратики. Толщина должна быть где-то полсантиметра. И разрезаем на три части. Все, нарезали. Берем тесто. Немножко подцепим мукой. Чуть-чуть подраскатаем. Разрежем пополам. Выкладываем сыр. И накрываем. Но прежде смажем желтком. Можно смазать и водой. Нам надо, чтобы приклеилось тесто. Накрываем. Нарезаем на квадратики нашу заготовку. Немного приминаем руками. Смажем желтком. Посыпем кунжутом. Вы их можете заморозить. А когда захотите приготовить, их не нужно дефростировать. А сразу запекайте в духовке при 180 градусах 15-20 минут. Перекладываем на противень. Ставим запекать. Достаем закусочку нашу. Посмотрите, какие они аппетитные. Для приготовления подушечек с сыром на слоеное тесто выкладываем сыр, нарезанный квадратиками. Накрываем слоеным тестом и нарезаем на квадратики. Замораживаем. Храним в морозильной камере. Для приготовления запекаем в духовке около 15 минут. Настало время позаботиться о себе. И сегодня нам в этом помогут продукты, которые найдутся в холодильнике у каждой хозяйки. Сегодня мы рассмотрим рецепт универсальных масок для кожи лица. Маски из яблок обладают питательным, очищающим и омолаживающим эффектом. Хорошее воздействие яблок на кожу лица в основном обусловлено содержанием фруктовых кислот, которые по сути своей являются пилингом. Яблочная кислота оказывает благотворное влияние на кожу лица. Для приготовления питательной маски нам понадобится одно яблоко, немного масла оливкового, вы также можете заменить его косметическим, и сметану. Натрем яблоко на мелкой терке. В полученную массу добавляем немного оливкового масла для того, чтобы усилить наше питательное воздействие. Оливковое масло очень полезно для кожи, потому что помогает насытить недостающим питанием, заживляет и улучшает качество кожи. Такого количества будет достаточно. Также для насыщения полезными жирами добавим 1 ложку жирной сметаны. Хорошенько все перемешиваем. Если яблоко при натирании пустило много сока, его можно просто отжать. Наносим такую маску на очищенную кожу лица и наслаждаемся ее эффектом в течение 30 минут. Повторять ее нужно и несколько раз в неделю, и курсом до 3 месяцев. Если маска немного жидковата, можно положить сверху салфетку, либо пищевую пленку. Но для того, чтобы поработать с шелушащейся кожей, мы добавляем в нашу уже полученную смесь из яблока, сметаны и масла, немного меда и овсяных хлопьев. Овсяных хлопьев нужно 2 чайные ложечки. Если ваш мед густой, можете его немного растопить. Перемешиваем. Наносим на чистую кожу лица и немного массируем. Уделяя особое внимание зонам с наличием шелушений. Проводим такую процедуру в течение 15 минут и повторяем 1-2 раза в неделю. Такая маска оказывает хорошее отшелушивающее действие, поскольку овсянка механически снимает роговой слой кожи, а яблочная кислота бережно растворяет чешуйки нашей кожи. Будьте красивыми! Сделаем слоечки с яблоками. Для этого возьмем яблоко и почистим. Разрезаем яблоко. Сейчас мы его почистим. И натрем на крупную терку. Я выбрала зеленые яблоки, потому что они меньше развариваются, чем красные. Красные яблоки в слойке превратятся в пюре. Вы можете нарезать и крупными ломтиками. Вы можете нарезать кубиком. И это будет чем-то похоже на штрудель. Но я натираю на терку. Теперь мы добавим сахар и корицу. Добавляем сахар. Добавляем корицу. Перемешали. Подсыпаем муку на стол. Берем тесто. Разрезаем его на квадратики. Немного раскатываем, не сильно. Прямо в одну сторону немножко и в другую. Чуть-чуть растянем. Перекладываем начинку. На тесто. И заворачиваем конвертиком. Возьмем в руку. И начинаем прижимать края один к одному. Так. И вот так аккуратненько закручиваем. Вот получились наши слойки. Сейчас я вам покажу еще один вариант. Выкладываем начинку в центр. И соединяем края. Потом второй край. Еще один край. Соединили края. Защипнули. И немного подкрутили. Чтобы у нас он не открылся. Готов. Повторяем. Можно смочить края водой, чтобы они прилипли друг к другу. Мне больше нравится заворачивать таким вариантом. Но вы можете воспользоваться вообще абсолютно любым, каким вы владеете. Слоечки готовы. Я смажу их желтком и буду запекать. Хочу вам показать, как будет выглядеть слойка, если ее не помазать желтком. Поэтому одну я оставила так. А еще хочу одну слойку посыпать сахаром. Ставим запекать 180 градусов 20 минут. Достаем слоечки с яблоками. Запах корицы. Мы смазали яйцом и здесь, и здесь. Но здесь посыпали сахаром и получилась вот такая, как бы, хрустящая корочка. А этот будет немножко понежнее. А теперь смотрите разницу. Вот эту слоечку мы не смазали желтком, и она такая, мне кажется, бледноватая. А вот эту смазали. А вы уже решайте, как готовить слоечки вам. Смотрите, какие они вкусные, аппетитные. Корица. И так уже хочется заварить чашечку кофе. Для приготовления слоек с яблоками в слоеное тесто перекладываем очищенные и натертые на крупную терку яблоки. Присыпаем сахаром и корицей и заворачиваем конвертиком. Замораживаем. Храним в морозильной камере. Для приготовления запекаем в духовке около 15 минут. Сегодня я покажу, как украсить десерт с помощью зонирования блюда. Для этого мне понадобится шоколад, фасовочный пакетик, обязательно плотный, ножницы. Приступим к созданию декора. Шоколад я предварительно растопила на водяной бане. Поместила его в фасовочный пакетик. Сейчас я отрежу небольшой уголочек и у нас получится импровизированный кондитерский мешок. Вот таким образом я аккуратно отрезаю уголочек и приступаю к созданию декора. Я хочу разделить блюда на зоны. Я хочу вот приблизительно так сделать. И еще одну полосочку. Декор готов. Мы можем положить десерт в любую из этих зон. И вот так красиво будет выглядеть наше блюдо. По такому же принципу мы можем нанести на блюдо надпись, рисунок, все что угодно. Я напишу небольшое слово. Я держу пакетик как ручку, максимально близко к блюду, чтобы надпись получилась. Вот такая надпись получилась. Пусть еда будет не только вкусной, но и красивой. Шаурма – трендовое блюдо. А знаете ли вы, что можно приготовить ее дома? И это очень быстро. Сейчас я вам покажу. Первым делом предлагаю обжарить курицу. Для этого берем филе куриное, нарезаем на пластинки. Ставим сковороду на плиту, добавляем растительное масло и будем обжаривать. Итак, шаурму мы можем приготовить абсолютно любую. Если вы не употребляете мясо, тогда вы не добавляете мясо, а используете больше овощей. Мы сделаем две шаурмы. Одна будет для мужчин с кетчевым майонезом, а вторая для милых дам с французской горчицей, которые, как и я, следят за фигурой. Обжарим филе. Посолим, поперчим. Пока обжарится филе, нарежем перец. Нарезаем огурцы соломкой. И помидор. Филе готово. Обжарили филе. Посмотрите, какое оно у нас сочное. Нарезаем на пластинки еще потоньше. Берем лаваш. Смазываем кетчупом и майонезом. Кладем салат. Я его рву. Филе. Овощи. Огурцы. Помидор. Все, заворачиваем. Все, готово. И подсушиваем на гриле. А теперь сделаем с французской горчицей для тех, кто смотрит за фигурой. Берем листья салата. Курицу. Овощи. Французскую горчицу. И заворачиваем. Все. Я обрежу. Я не люблю, когда много лаваша. Все. Смотрите, какая красивая. У меня осталось немного курицы. Я сделаю салат. Возьму листья салата. Добавлю кусочки курицы. Перчик. Помидорчик. Немножко масла. Оливкового. И французской горчицы. Получится легкий куриный салат. Смотрите, какая красота. Подпекаю вторую. Я люблю подпекать, чтобы было хрустящее-хрустящее. Разрежем. Ну что, готово. Ну что, вы заметили, что шарму готовить дома очень быстро, просто и легко. И шаурма бывает не только вкусной, но и полезной. Для приготовления домашней шаурмы лаваш намазываем кетчупом, майонезом, выкладываем на него обжаренную курицу, салат, маринованный огурец, перец и сворачиваем в трубочку. Затем просто подсушиваем в вафельнице. Сегодня мы с вами приготовили пирог из слоеного теста с мясом. А также из этих ингредиентов сделали пару блюд, которые заморозили. А быстрым блюдом у нас была шаурма, которую любят все. И мы сделали даже полезную шаурму, которая не повредит вашей фигуре. До скорой встречи на следующей неделе. Редактор субтитров А.Семкин